Мы беседуем в киевском пивном ресторане, который Арсен сделал еще живя в Одессе. Вообще это здание, знаешь какое, постройки там 70-х годов, универмаг. В этом пространстве нужно было сделать чешский ресторан, знаешь. А я вот придумал сделать чешский ресторан для человека, ну ты можешь себе представить из здания 70-х годов, да, ну вот как-то так вот попытались-то. Идем в туалет посмотрим. По-чешски вроде зене. Зене. Там такие вот маленькие туалетики, там даже кто-то есть. Очень здесь нравится, я не знаю даже, что именно. Мне не знаю, чешское оно или не чешское, но вроде как бы что-то такое напоминание чешской свадьбы должно было здесь быть. Ну как строить специальные такие чего-то, знаешь, для гулянок, а типа октоберсфест, только знаешь, в чешском варианте. А я вообще неправильно. Расскажи мне, пожалуйста, о женщинах. Бывает вот захотел, увидел, получил. Либо по рукам, либо по зубам, либо по карману. Архитектура быстро стала для него той сферой, где он хотел бы реализоваться. Он всасывал в себя эмоции людей и жил этим. Жил привычной для него и для его окружения жизнью. Сумасшедшей, захватывающей, казавшейся полноценной. Пока однажды не встретил ее. И все вокруг перестало существовать. Он поклялся в любви. Он был искренен, но никогда не давайте клятв. Ей тогда, как я помню, было 16 лет. Ну, может быть, 16, может быть, 17. Ну, по-моему, да, что-то такой, период такой, нормально. Но она меня не знала. То есть я уже там не пил пару лет, а она меня не знала. Ну, то есть, вообще новое поколение появилось. Знакомился, по-моему, где-то в районе Ебицы. Свет потушили тогда в Аркадии. Она стояла рядом. Я говорю, теперь ты никуда отсюда не уйдешь. Она говорит, а мне никуда и не надо. Мне сложно было кого-то найти, потому что все меня знали. Либо так, либо косвенно, либо через кого-то. А, это то, а, о, 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 не, 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 не. Ну и разошлись, в конце концов. Ты же знаешь, это пути неисповедимы. Сегодня разошлись, завтра сошлись. Нет, она считает, что мы разошлись. Я тоже, в принципе, так считаю, что мы разошлись. Для меня, может быть, это значит, что официально разошлись, значит, можно начать неофициально встречаться. По-любому я знаю просто, что она, что Анфиса, это мы самые две любимые женщины, которые... А Анфиса, это? Дочка. Ага. Такое имя вообще? Ну, такое имя. А кто выбирал? Я. А сколько есть? Четыре с половиной. У нас был Саней договор такой. Кто лучше знает о мальчиках, об именах мальчиков? Мужчин? Нет, девочки. Ну, а вот тебе какое имя нравится? Мужское? Да. Арсен? Ну, понятно. Ну, понятно. А в женских именах больше разбирается мужчина. Теперь в Одессе его ничто не держит. Чрезвычайно неудобный и также чрезвычайно талантливый Челидзе поехал покорять Киев. Нелюбимый город, но все же готовый его принять. Мы едем к Арсену домой. В квартиру, которую он построил для своего приятеля. А теперь живет в ней сам. А вообще как город? Любишь? Нет, конечно. Только я могу любить Киев. А за что ты его так не любишь? Ну, а за что его любить? Посмотри внимательно. Это город, который, по моему мнению, построил пьяный кондитер. Вот смотри. Сейчас улица, допустим, Саксаганска. Посмотри на эту улицу. Что из нее может быть хорошим? Ну, так вот просто посмотри на эту улицу. Все подряд, все на свете. Такая вот идиотская идея была. Ну, может не идиотская, но такая вот. Мне показалось, что весь интерьер, все полы сделать деревянными. Причем одной доску в одном направлении. И вот она идет так от хола, спальню, зале. Все идет доска. Кстати, очень хорошая, дорогая доска. По-моему, это лиственница. Поэтому ее нужно было обязательно покрасить. Чтобы ее не было видно. Чтобы все знали, что она дорогая, но чтобы ее не было видно. То же самое с выключателями, вообще с наружной проводкой. Потому что наружная проводка здесь не простая. У меня, кстати, заказчик, то есть мой друг Костя, которому я делал эту квартиру, очень допытывался, зачем красить радиаторы в черный цвет. Вот, я их покрасил черный цвет. Ну, ты ему объяснил? Ты знаешь, я сам себе не могу объяснить, зачем. Ну, мне показалось, что вот как-то надо, чтобы они были черного цвета. Мало того, они, это же не старый радиатор. Это новые, развернутые задом наперед. Вот эти окна, они современные. Хотелось задекорировать так, ну, знаешь, как старые. Видишь, там всякие планочки, вот это вот все. Здесь плата, всякие дела. И самое главное, это вообще, это мое счастье. Это вот эти штуки. Здесь потолок был ниже. Пришлось его разобрать, потому что мне не нравится, что он низкий. А знаешь, чем красили? Мазанки вот эти вот. Нет, ну это мазали, делали фактура. А чего такой цвет, видишь, такой как бы старенький. Была бадья, я в этой бадье развел чай просто. Малер, женщина такая пожилая, которая всю жизнь красила. Красила лет 50 где-то. Когда я говорю, вот красьте этим чаем. А Кости не было дома. И она начала плакать. Ну, то есть я ушел, она подумала, что я ее дурачу. Барная стойка, она же кухня. Становая тоже. Вот видишь лапки? Лапки со старых ванных. Я нашел одну, отлил, сделал их там. Сейчас будем... Будем что-то на ней готовить. Готовить, да. И парни музыка. striving да. Да. Продолжение следует.